портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа разбор полетов сегодня веду я Михаил Горин мои собеседники израильские журналисты Илана Михаэль и Марк Горин коллеги я вас приветствую привет привет после начала войны напомню что Израиль ведет войну против Хамаса которая началась 7 октября после того как из сектора газы Израиль был обстрелян тысячами ракет а боевики Хамаса вошли на юг Израиля и устроили там резню тогда Израиль объявил войну Хамаса Хамасу сектор газы с тех пор усиленно бомбиться а последние дни там началась военная сухопутная операция так вот самого начала несмотря на весь гнев ярость израильтян из-за того что страна оказалась такой ситуации что мы будем прямо говорить про воронили начало этой бойни которая которая случилась все равно постепенно в обществе как бы с такое молчаливое согласие во всяком случае у большинства хотя не было социологических опросов на эту тему но вот судя просто по тому как какие настроения были в социальных сетях и СМИ было такое некое согласие что да политики виноваты да армия виновата да спецслужбы виноваты но разбираться будем потом сейчас не время потом будем разбираться но все равно то один то другой политик то одно то другое крыло все равно потихоньку начинает будировать этот вопрос а что будет после войны и не только какой будет наша страна но каким будет политическое устройство и вот как раз уголька в этот костер подбросили как ни странно американцы авторитетно американское издание политика пишет 2 ноября что по ее данным они беседовали с несколькими неназванными источниками в белом доме так вот в администрации байдена предсказывают скорую отставку бенемина нантиньягу споста главы израильского правительства и якобы опять-таки согласно этому изданию президент джо байден и даже обсуждал такую возможность самим премьер-министром во время недавнего визита в израиль белый дом поспешил отречься от этой информации хотя отречение выглядело довольно слабым и непонятным что мол мы вообще не вмешиваемся в политические дела израиля и чего мы вдруг будем обсуждать уход бенемина нантиньягу илана скажи пожалуйста первый вопрос тебе к политику будущему политическому устройству и его перспектива нашей страны мы еще вернемся сейчас вопрос насколько ты доверяешь вот этой информации и вообще нужно ли что называется менять на переправе премьер-министра какие бы претензии мы к нему не предъявляли стране сейчас войну да пожалуйста извини да 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 что касается доверяю этой информации или нет но вообще сегодня к информации нужно относиться очень осторожно потому что она зачастую внезапно появляется внезапно исчезает потом и та и другая сторона могут опровергнуть эти там маленький пример сегодня буквально там часа три тому назад некой новостной ленте промелькнуло сообщение у нас что бахрейна отозвал своего посла мы отозвали израильского посла из бахрейна люди начали это обсуждать и буквально через часа полтора появилось опровержение нашего мида о том что никогда этого не было ничего такого не происходило и ничего такого нет я тебе просто приношу пригожу вот такой пример поэтому можно ли доверять информации которую публикует то или иное издание или тот или иной портал или сайт не знаю надо относиться ко всему с долей сомнения с моей точки зрения потом мы как бывшие советские люди если вы помните мы умели читать что называется между строчками вот именно помимо извини помимо сообщения политика есть еще некая атмосфера есть некие тенденции есть заверение других политиков в том числе в израиле иногда названных и не названных когда вот всю эту сумму информации можно служить какие-то свои впечатления опять же неназванные политики которые комментируют или бросают такую информацию это на английском называется вышел синкинг то есть принимаем желаемое за действительное вполне возможно я не вижу для того чтобы что-то изменилось и натания условно подал бы в отставку вы же понимаете что это может произойти видимо только после того как его адвокаты достигнут некой досудебной сделки со следствием его освободят от наказания за приписывая ему нарушение закона и он уйдет что называется на пенсию без позора до без позорного обвинения то что называется на игрите колонна значит без этого я не могу себе представить чтобы он несмотря ни на какие прогнозы инсинуации просто так подал в отставку а для того чтобы это произошло нужны заседания суда нужно чтобы кнесет сказать это одобрило там верхушка ликуда и прочее то есть я не считаю что это вот прям так сегодня на завтра или в ближайшие месяцы может произойти илана спасибо марк к тебе тот же вопрос я только добавлю исходя из того что илана сейчас говорила продолжу эту тему что вот если следовать логике иланы и бенемин теньягу решит остаться на своем посту не подавать в отставку не объявлять новые выборы то что получится тогда вот кончилась война ну когда-то же она кончится там таким да кто-то говорит месяц кто-то г-2 сейчас не будем заниматься гаданием когда же она кончится и что наступит на размеренная политическая и гражданская жизнь в обществе и бенемин теньягу тогда вот согласно этой выводу будет продолжать руководить страной ну давай начнем вот того вопроса на котором ты завершил значит я очень надеюсь что война закончится ну понятно все хотим чем раньше тем лучше но разумеется военного руководства виднее как это делать сколько времени на это нужно не дай бог никто никого не подталкивай закончится война подписан будет мир как когда-то было симонов то есть не подписан мир но война закончится и идут выборы немедленно общество потребует выбора и кнесет и исполнительная власть не сможет отказать в этом требование это то что я думаю было бы естественно прости ты говоришь не сможет почему не сможет законодательно смысле нет такой процедуры или она не решится отказать не решится законодательно наверное есть такая процедура есть сроки происходящее прохождения кампании если нет реального так сказать там какой-то ситуации в кнесете то наверное сможет но я думаю что не решится очень-очень не должно решиться из моральных каких-то общественных пониманий происходящее и уже новое правительство назначит создать государственную комиссию которая будет разбираться со всем происходящим это так это то чего как говорит Ивана я выдаю желаемое за действительное мы тоже выдаю желаемое да но я вполне допускаю что это может не быть смотрите премьер-министр который с моей точки зрения мешать не мне с моей точки зрения могу аргументировать просто это требует времени все виноват сложились ситуации причем не просто виноват а он как бы ее создал своими руками это не то что он ошибся разведка ошибок нет политический вектор принят на укрепление хамаса на передачу его катарских денег на то что у нас горел юг я был на юге после того что просто выжженные пятна страшные черные пятна и тем не менее передавались деньги нас успокаивало все это и так далее то есть он практически создал это в своих политических интересах или интересах тех политических сил которые его поддерживают скорее больше не так он создал эту ситуацию он не взял на себя ответственность он не сказал практически о своей вине да я понимаю надо отвечать на вопросы и так далее все это было но не было сказано ясно ответственность и самое главное он не сказал что он уходит из политики и вот если бы он это сказал то я бы ему несмотря на все мое отношение к этому политическому деятелю я бы ему поверил то что он действительно занимается ну тем что надо сегодня заниматься с простением страны разу он этого не сказал значит он занимается политикой и его попытка возложить вину на военных на разведку на просто ему не докладывали было очевидно что он занимается политикой и пытается выскочить и вернуться в остаться в премьерском кресте через несколько дней выяснилось что либерман будучи министр обороны предупреждал и в этой ситуации проявил себя и с честью и политическим мужеством подал в отставку потому что его не предупреждал опасные ситуации когда я говорил о опасных я не стал это секретные данные министр обороны я не знал о мнении либерман и по сути дела раз а раз он не заявил что он уходит из политики и занимается только тем чего не нужны для страны значит он ею занимается поэтому я допускаю того что все останется во прежнему и определенные силы опять как то это дело разыграют и все останется как было в том числе и опасность беды со стороны газа недоуничтоженного хамаса потому что его смысл для определенных политических сил израиля остался по сути дела это еще два слова понимаешь два слова биби боролся нестерова биби боролся с мирным процессом который был опасен для определенных политических кругов на которые он опирался в израиле боролся политическим разум поднимая хамас как своего союзника в этой борьбе он продолжает оставаться смысл его борьбе с мирным процессом остается марк спасибо илана вопрос тебе последние 8 9 месяцев страна была но если долго не искать подходящий термин просто в раздрае были постоянные митинги протеста страна раскололась на группы левые правые за юридическую реформу против юридической реформы поселенцы и религиозные светские отказники резервисты и так далее в общем все было очень плохо и вот случился некий феномен началась война я сейчас не говорю государство к нему много претензий но общество я думаю что этот феномен еще будут изучать сумела в считанные дни самоорганизоваться в гражданское общество практически единое за исключением каких-то мелких осколков она сумела наладить волонтерскую помощь сбор средств и так далее и тому подобное она сумела организовать призыв в армию именно она не государства люди возвращались из-за границы люди которые не были в израиле по 10-15 лет вопрос и и самое главное что вдруг куда-то испарились все эти противоречия так вот на твой взгляд это все иллюзия что эти противоречия испарились вот окончится война что произойдет мы вернемся к ситуации марта то есть января тире сентябрь этого года с раздраем с митингами с протестом и так далее каким будет это общество на твой взгляд и политического устройства стороны потому что она напрямую от него зависит марк кто-то сказал что общество потребует выборы после окончания войны до ужасного всего этого кошмара который произошел 7 октября общество тоже много чего требовало общество выходил многотысячные не общество извини часть общества я поэтому спрашиваю хорошо не все а вот теперь может быть и общество или нет нет я только хотела я сейчас скажу об этом пару слов я только хотела скажу тот факт что часть общества и даже большая часть общества чего-то требовала протестуя против судебной реформы правительство вовсе не намеревалось их требования удовлетворять и это было совершенно очевидно я полагаю что вы все помните как все наши и и министр юстиции и и сам натания у его другие министры симха ротман говорили мы продолжаем реформу а то что вы там бастуете и демонстрируете предатели анархисты дрянь и слизь а также они называли тех кто были против судебной реформы это те которые сегодня собственно своей жизнью спасают это государство на фронте вот вы можете отдыхать мы все равно вас не слышим и слышать вас не хотим ты спрашиваешь прекратится ли раздрай в израильском обществе после войны я опасаюсь он только усилится я скажу почему потому что даже в эти тяжелейшие моменты истории нашей страны сегодня мы уже слышим эту и видим эту машину вознюк которая началась на политической арене израиля сегодня политики допускают и позволяют себе высказывание начинает бенамина натания у которой три раза поправлял свои сообщения там в твиттере о том кто виноват в происшествии то есть все виноваты кроме него и армия и разведка потом нет не все нет не так нет не так тимха ротман сказал что кровь поселенцев иудеи с мари она надо справедливо сказать что он отказался он говорил он сказал что его на грамм и на грамм и нет видео не вырваны из контекстами конечно это всегда так бывает когда я на грамм и нет видео нет конечно нет много чего нет но есть ощущение и ощущение оно таково что все эти предатели анархисты и так называемые леваки которые с оружием в руках сегодня защищают нашу страну вовсе не изменили своего мнения по поводу происходящего на политической арене и я не верю что они изменят мне кажется что для избежания обострения ситуации в нашем обществе необходимо конечно будет провести выборы и сменить правительство каким путем это произойдет возможно возможно ли например мятеж или бунт в самом ликуде ведь сегодня для того чтобы поменять правительство нам достаточно 61 голос кнесет и нужны 5 скажем ликудников которые скажут мы не готовы больше мы хотим поменять правительство потому что для того чтобы распустить кнесет нужны 64 мандата а для того чтобы поменять правительство или вынести вот в недоверие нужен 61 мандат и таким образом можно по идее я говорю в теории можно было бы поменять правительство если конечно все достигнут согласия а вот это тоже очень большой вопрос безусловно даже в нынешней ситуации и последнее что я хочу поражать конечно совершенно очевидно что в данный момент как ты справедливо сказал а при всем нашем разочаровании может быть желание нельзя и не нужно с моей точки зрения а менять коней на переправе как ты выразился потому что это не место и не время когда все закончится вот тогда илана спасибо марк слова тебе на ту же на ту же вопрос я считаю что еврейский народ в эти дни с первой минуты происшедшего в отличие от своей власти сегодняшней достоин просто самого огромного восхищения просто люди мало того что там где прорвались эти подон террористы там убивали там просто простые люди офицеры отставники встали на захида с оружием без оружия то есть люди проявили выдающиеся качества и одно из этих качества и том что они отважили в сторону все свои негодования все свои несогласия есть только от нации одна у нас одна страна и одна победа одна на всех как мы привыкли говорить на том языке который для нас является рад и я после того что вот этот знаменитый твиттер премьер-министр был опубликован где он обвинял всех кроме себя я говорил с полковником генштаба вассавки который остается на резервной службе участвует в учениях и так далее понимающего носка я его спросил как неслось военное сообщество в сказанном он сказал мальчишки набедокурили привели к опасным вещам один кричит нет 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 меня там не было и мы все понимаем что сегодня недоразбор мы должны понимать с кем мы имеем дело для того чтобы больше не допустить тех вещей и тех людей которые нас привели к этой страшной беде просто давать себе отчет каком-то политическом и общественной ответственности потому что нам предстоит сделать я очень надеюсь да это действительно мы отважили весь этот раздрайвер ты говоришь он никуда не делся он остался пока мы не наведем порядок в своем доме я бы конечно мечтал о том что была конституция был конституционный суд очень многие вопросы предстоит решать не та реформа которую нам пытались подсунуть для того чтобы просто совершить переворот стране юридический переворот а подлинная настоящая серьезная общественная и государственная юридический репорт но это как говорится большие вопросы и они требуют они требуют отдельного времени отдельного обсуждения но сегодня надо как минимум победить победить а потом как минимум разобраться с теми кто нес конкретную ответственность может чтобы здесь уроки и и наконец привести к власти нормальное правительство дело не в том что левое или правое просто нормальное не сегодняшнее здоровое нормальное правительство а потом уже думать о том как жить дальше марк спасибо коллеги на этом все напомню что вместе со мной в разговоре принимали участие израильские журналисты илана михаэли и марк горин всего доброго